твой профиль вконтакте обновился здесь можно выразить себя в контенте в обложке в обложке от нейросети обнови профиль и выражай себя вконтакте место встречи всем привет ребята с вами натали добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет видео с примеркой с обзором вещичек с озон здесь у меня шмоточки но также хотелось бы сказать что эти же самые вещи вы можете найти на алиэкспресс потому что бренд представлен и на алиэкспресс и на озон но по крайней мере быстрее это будет заказать сезон логично логично и мы с вами посмотрим ожидание реальность то есть фотографии от продавца и как это выглядит на мне если вы любите рубрику с примеркой то обязательно поддержите меня большим пальчиком вверх подпиской на канал комментариям не забывайте подписаться на мой телеграм-канал на наше сообщество вконтакте и так далее также хочу сказать что на моем влоговом канале на днях вышло видео с концерта гарри стайлза осуществилась моя мечта я ставлю вот здесь подсказку если вам нравится гарри стайлз его музыка или вам просто интересно посмотреть на атмосферу концерта кстати мы были очень близко к сцене то переходите и смотрите приятного просмотра ну а сейчас мы начинаем нашу примерку погнали по традиции первая вещь она уже на мне это вот такая кофточка трикотажная она кстати с длинными рукавами но мне очень понравилась эта модель она довольно не характерная для меня тут сочетание наверное цветов взяла скажем так надо мной силу взяла надо мной вверх что я решила ее себе заказать кстати я вот не очень понимаю что здесь написано батлер батлер как приводится батлер мы вставим здесь при монтаже как это переводится довольно обтягивающая прилегающая к телу кофточка то есть когда вы носите она естественно подчеркнет ваши формы там плечики и так далее я вижу что ее можно классно носить с джинсами особенно со всякими светлыми такими нежно-нежно голубыми джинсами широкими расклешованными будет прямо супер она довольно простая но качественная хорошо кстати тянется приятная к телу то есть прям мягенькая мягенькая такая ткань нигде не колет ничего нигде не топорщится прямо супер и мне кажется что такая кофточка будет хорошо даже на лето вечером когда уже так найти ветерок дует немножечко прохладнее и хочется как-то вот выйти погулять вроде как и не сильно укутаться но и не совсем по-летнему и вот это будет хороший вариант нежно-розовый такой цвет проще что цвет жвачки но и сочетание черного с розовым но вы понимаете и как человек который застал эмо времена естественно это оценил в общем этой кофточке ставлю 5 из 5 давайте каждую вещь как раз таки буду оценивать сегодня по пятибалльной шкале вы кстати в конце напишите что вам понравилось больше всего идем дальше кстати бренд называется fancy line and полностью но вот у них идет такое сокращение fs и как я люблю говорить с ли у меня уже есть несколько вещей от этого бренда и вот как бы новенькие подъехали это футболочка вот такая нежно-нежно розовая у которой очень классно выделен воротничок краешки самой футболки и краешки вот рукавов она кстати тоже идет трикотажная не сильно скажем продуваемая ветерком вероятно прям в жару в ней может быть жарковато но я не знаю еще не тестировала но посмотрим она тоже очень мощно тянется но при этом прям качественная и отлично сидит тоже обтягивает вашу фигурку как видите здесь идет у нас эмблемка бренда у меня почему-то сразу ассоциация с какой-то не знаю там команды по волейболу болельщицы все вот прыгают в таких футболках поддерживают своих пацанов короче да чтоб те не упали в грязь лицом ну вот что-то такое довольно простая но удобная вещица футболочка кстати укороченная имейте это в виду это такой почти что даже кроп-топ я бы конечно к этой футболочки подобрала бюстгальтер с небольшим пуш-ап эффектом либо с очень такой плотной и ровной тканью потому что всякие бюстгальтеры аля там завиточками со всякими нашивочками и прочими прочими рюшечками будут некрасиво выделяться футболка однотонная и все это как бы обтягивает и некрасиво смотрится так что тоже это имейте ввиду а так футболка супер классно тоже помню мне выглядит да вы посмотрели как она не выглядит я тоже на ставлю где-то ну 4 из 5 почему 4 я даже не знаю ну наверное потому что нужно еще специальный бюстгальтер подобрать все-таки к этой футболке дальше идет снова нехарактерная для меня вещица но я уже решила как примерно это буду носить это идет такая кофточка почти что водолазка почему почти что ну потому что здесь все-таки не идет такого длинного горлышка как у водолазок но намек на это имеется это обтягивающая такая кофточка с очень интересной деталью здесь видите как бы над грудью идут такие прошивка идут швы-швы-швы ткань на ткань вот здесь наезжает таким слоем и идет как бы такая дырочка которая у вас приходится примерно в районе ключиц но в зависимости от того как вы уже там сильно это натяните конечно несмотря на то что ткань вроде бы тонкая я вот думала что блин сейчас я надену вообще все просветит чуть ли не цвет кожи наверное будет просвечена не она прям плотная несмотря на то что ткань вот она одновременно тоненькая но она все отлично закрывает ничего нигде не просвечивает это прям огромный огромный плюс вот ну конечно да если вы наденете там черный бюстгальтер то может быть это все таки как-то выделиться ну а носить я хочу с таким типом длинными юбками почти что в пол может быть даже джинсами то есть вот такой стиль я даже не знаю как нас может какой-то прэппи ну вот что-то такое но это не было имя явно и далеко там от хипстерского это что-то такое вот более типа простое но в то же время эти по девчачьи может быть с уклоном на какой-то карьер стал вот в таком стиле я вижу эту кофточку несмотря на то что это не совсем мой стиль что вот я ношу там каждый день чем привыкла ходить я ставлю 5 из 5 потому что вещь необычная интересная с ней много как можно поиграться я хочу носить с заправкой как бы в эту юбочку в штаны и и да кстати она хорошо тоже тянется поэтому подчеркнет как-то о вас же бюст ваши ручки вашу талию ну а дальше у меня идет курточка такая знаете укороченная хочется даже почему-то назвать ее какая-то тинейджерская блин я не знаю вот у меня такие ассоциации короче в голове у меня в основном какие-то такие аля как бы балахоны уже что-то идет что-то такое длинное широкое то что ты надел и никто не понимает встроенная ты или ты пышечка или среднюю себе телосложение то есть телосложение вообще прям вот меняется такой надеваешь на себя чисто дом такой вот эта курточка да она укороченная и я планирую ее носить с какими-то более обтягивающими наверное вещами с короткими там юбками типа юбка карандаш какой-то там топик обтягивающий все в таком духе эту курточку я заказала себе тоже на лето на вот такие вечера когда уже ветерок когда уже свежо прохладненько и можно устроить такую легкую вечернюю прогулку по моему куртка была еще в других оттенках ну вот я взяла такую черную мне нравится сочетание до вот этих белых полосочек на черной куртке и очень нравится прорезиненные вот эти рукава и прорезиненный низ это дает такой эффект воздушности что ли куртки на такая как маршмейлоу становится в общем классная и я так подозреваю что она не промокаемая если вы пойдете под какой-то дождик конечно тут нет капюшона до сама по себе ткань да такая мне кажется вы в ней не промокнуть такая водоотталкивающая но и она очень плотная в то же время это все-таки ветровка это не жаркая какая-то курточка тоже подумаю там как и с чем носить но вот я с вами поделилась как я примерно это вижу в будущем когда начну в ней ходить потеплее скоро станет в россии я думаю в ней уже вполне себе можно будет разгуливать ставлю 5 из 5 думаю потому что до куртка прям достойная качественная и очень-очень классная вот про следующее одеяние мне хочется сказать ну конечно настоящего шанель у меня пока что нет но это уже что-то такое в стиле шанель немножечко идет а именно это пиджачок и обтягивающая такая юбка-карандаш в духе шанель кстати а почему идиор почему именно шанель мне кажется все-таки до шанель потому что у шанель я думаю чуть ли не визитная карточка помимо там сумочек каких-то определенных до помимо шанель номер 5 или какой там аромат у них есть вот такие вот пиджачки они очень-очень женственно одновременно строгие такие очень очень мягенькие как-то даже переливаясь там ткань в общем можно заказать все это раздельно можно взять только юбку можно взять только пиджак ну а так если вы хотите комплекта вы накидываете то и другое уже себе да в картину юбочка идет прям плотная плотная найдется подкладом с таким кстати очень качественным скользящим приятным подкладом я взяла в размере с я сейчас вешу где-то около 53 килограмм и мой рост 163 сантиметра это так вам для примера постараюсь продублировать эту инфу еще в описании видео но блин всегда забываю до юбочка прям плотная очень качественная так вот сбоку идет молния расстегивается и она довольно скрытная то есть она не бросается в глаза вы надели и все ничего не видно где там молнии сзади спереди сбоку ничего не понятно просто вот юбка и все такого на прям прям укроем кажется что прям осенью тоже будет здорово ее носить с какими-то плотными колготками ну и значит сам пиджачок тот самый который прям нам говорит о детка совсем скоро ты дорастешь до шанель но пока что носи меня вот собственно пиджачок он тоже идет тип такой укороченный и знаете я вижу в этом стиле одновременно и строгость смотря с какой обуви с какими аксессуарами это надеть можно еще чего-то неформального добиться от такого стиля одежды я постараюсь как-нибудь тоже там поиграться с аксессуарами может быть с рюкзачками сумочками с обувью чтобы это подать прям интересно а не просто такая типа не знаю офисная девушка с работы что-то мне хочется интересненько в своем стиле попробовать он кстати довольно тяжелый этот пиджак ну потому что здесь и подклад и сама ткань плотная тяжелая плюс здесь есть плечики я прям чувствую трогу золотые пуговицы кстати ну-ка железные железные пуговицы в общем пишите ребята как вот вам такой стиль на мне что вы думаете идет мне не идет вот вы сейчас увидели как это на мне выглядит очень интересно будет почитать то ваши комментарии что вы думаете это моё не моё но мне комплект понравился но я поставлю на 4 из 5 это только из-за того что мне нужно немножечко привыкнуть к этому стилю мне он нравится меня это привлекает но мне нужно немного привыкнуть и найти с чем это классно сочетать чтобы при этом все-таки оставить свой стилек ну и последняя вещица это длинное платье такое белое в черные цветочки не знаю хочу цветочка будут какие-то полевые цветочки здесь нарисованы и это платье у меня ассоциируются вот тоже знаете их я выйду в поле с конем ну что-то в таком духе ну во-первых да цветочный принт и сам фасон этого платья но прям длинная не в пол конечно прям длиннющая а у меня почему-то удлиненные платья прям ассоциируются что вот это деревенская девушка пошла в поле набрать букет полевых цветов выгулить там своего коня увидеть в лесу ежа и вот вечером она валит земляничный компот ну вот такое легкая но в то же время плотная ткань и мне нравится что где вот у нас идет бюстье довольно облегающе это платье лежит но мне немножечко помню все-таки великовато вот как вы считаете мне кажется мне немножечко здесь великовато носить я его планирую скорее всего без бюстгальтера просто надела как говорится и пошла под откос очень будет интересно ваше мнение что вы думаете как мне идет это не идет и кстати тоненькие такие вот лямочки они регулируются если что можно пониже повыше и сзади идет молния такая прям длинная чтобы вы влезли и все сделали все сделали что сделали надели платье по поводу плеч многие из вас знают что я не люблю чрезмерно светить открытыми плечами у меня есть какой-то я не знаю ну таракан в голове или комплексе конечно прямо что-то надо избавиться но пока что это есть со мной это факт поэтому я планирую это платье носить с голубыми светлыми джинсовыми куртками но так платьишко качественное хорошее сзади конечно если вы посмотрите где идет вот молния здесь не совпадает как бы рисунок платья но я думаю это не критично ставлю 4 из 5 потому что опять же нужно мне найти подход к этому платью это что-то такое немного для меня новенькая но меня интересующее и я посмотрю как как можно с чем его комбинировать если что ссылочки на все вещи я оставила в описании видео заходите туда если чем заинтересовались заказывайте но на этом я буду с вами прощаться спасибо вам за просмотр не забывайте подписываться на мой телеграм-канал на наше сообщество вконтакте и так далее в общем увидимся с вами уже на днях ребята всех целую всем пока а